О Второй мировой войне написаны уже тысячи, десятки тысяч исследований, размышлений и воспоминаний. Словно с конвейера сходят книги о тайнах Второй мировой войны. Тайн на самом деле, конечно, гораздо меньше, чем книг. Но представьте себе, что в этом море словоизвержение отсутствует, хотя бы в малой степени приемлемая концепция осмысления Второй мировой войны, событий, которые затронули весь земной шар с 1939 по 1945 год, и не только в эти годы, но и во все последующие. Ведь и сегодня итоги Второй мировой войны оказывают решающее влияние на современную политику и реальность. Вторая мировая война все еще не имеет исторической концепции, системного анализа и понимания прошедших событий. Пересмотр Ферсальского договора как причина войны, во-первых, не объясняет сражений на Тихом океане. Во-вторых, тогда германно-польское столкновение могло бы не перерасти в форму мирового пожара. Делить государства на агрессивные и неагрессивные не позволяет предыдущая история, потому что агрессивными становились и становятся только сильные, а не по рождению традиции. К тому же во Второй мировой войне участвовали настолько многочисленные и разные государства, что привести их к единому концептуальному знаменателю просто не представляется возможным. Да и не нужно этого, потому что нужно рассмотреть только интересы главных действующих держав, прежде всего Германии, Италии, Японии, Великобритании, Франции, Советского Союза и Соединенных Штатов Америки. Мы предложим для размышлений нашу концепцию последней большой войны. Прежде всего Германия, Италия, Япония, Советский Союз и в значительной мере, что неожиданно, Соединенные Штаты Америки проливали кровь за создание или воссоздание утраченных ими империй или империй, в которых они нуждались. Нужно сразу сказать, что в 20 веке понятие империя как бы кардинально изменилось. Это уже была не просто та территория, пространство, населенное теми или другими народами. Это прежде всего земли, в которых находились жизненно важные для империи полезные ископаемые. И прежде всего, конечно, нефть и прочие, как сегодня говорят, энергоносители. К большому несчастью для народов, в 30-е годы большинство правительств, участвовавших в войне государств, не представляло войну иначе, как в форме вооруженного конфликта. О войнах торговых, информационных и тем более технологических большинство главных действующих лиц мировой истории не знало, не ведало и не желало ведать. А по их понятиям нефть должна была принадлежать только империям, и больше никто не имел на нее права. Таким образом, в этой концепции объединились, во-первых, устаревшие представления об империи, а во-вторых, достаточно важные для современности, очень необходимые сегодня понятия об основах энерговооруженности, которые каждая держава должна была еще в первой половине 20 века решить для себя. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В начале месяца японская армия понесла большие потери в операции по захвату китайского города Чиньша и вынуждена была с боями отступать на север. В Польше сдавались в плен последние, еще оказывавшие сопротивление немцам подразделения. Протестантская церковь объявила о своем молебне за успехи Германии на полях сражений. 30 дивизий вермахта, получившие боевое окрещение на востоке, прибыли на западный фронт. На морских коммуникациях вокруг Британских островов немецкие подводные лодки начали плести сети блокады. После контрнаступления германских войск в царском секторе французские части отступили на свои прежние позиции на границах Германии с Францией. Таким образом, на Западном фронте никто не стал ни уступать, ни захватывать у противника ни пяди чужой земли. Противостояние продолжалось в обстановке взаимного уважения и с мечтами о близком мире. Геббель с большим удивлением записал в своем дневнике «Это самая странная война, какую когда-либо видела история». По другую сторону линии фронта французский генерал Шарль де Голь, будучи тогда командующим танковыми войсками 5-й армии в Эльзасе, совсем не удивлялся полнейшему бездействию французских войск, потому что знал, что лидеры Французской республики воевать с Гитлером из-за Польши не хотят. Любому и невоенному человеку будет понятно, что если бы французская армия вошла тогда в Германию, немецкие дивизии из Польши были бы брошены в бой с ходу, на марше, без всякой подготовки и сосредоточения. 6 октября в Рейхстаге Адольф Гитлер выступил с невероятно длинной речью, самой продолжительной речью из всех его публичных мистерий. Откуда только голос фюрера германского народа черпал силы, чтобы в гордом одиночестве говорить едва ли не шесть часов подряд. Впрочем, говорить он умел, психологически точно, мастерски строил свои речи и любил себя на трибуне. Сначала Гитлер подвел исторические итоги крушения Польши, назвав ее смехотворным государством. Потом проанализировал успехи германского оружия, сделав это со значительным преувеличением достигнутого. Но во дни триумфов победители никогда ни в чем себя не ограничивают, тем более в словах и возлагаемых на собственную голову лавра. Самое важное в этой речи прозвучало под занавес. Гитлер выступил с конкретными мирными предложениями. У Германии нет никаких претензий к Франции. Я не раз высказывал Франции свои пожелания навсегда похоронить нашу старую вражду и сблизить эти две нации, у каждой из которых столь славное прошлое. Таким же старым другом Гитлер предстал и перед Англией. Я никогда не действовал вопреки английским интересам. Даже сегодня я верю, что реальный мир в Европе и во всем мире может быть обеспечен только в том случае, если Германия и Англия придут к взаимопониманию. И в заключение миротворец Гитлер предложил для решения всех европейских проблем после кропотливой подготовки созвать мирную конференцию ведущих европейских держав. И на ней, как в Мюнхене, где он фактически получил в подарок Чехословакию, высокие договаривающиеся стороны своими подписями морально укрепят немецкие завоевания в Польше. Известные ныне, а прежде секретные документы, говорят о том, что не ожидая ответов Запада, Гитлер продолжал интенсивно готовиться к беспощадной войне с Великобританией и Францией. В хронологическом порядке события сегодня выстраиваются так. В начале октября главнокомандующий сухопутными силами Вальтер фон Браухич и начальник генерального штаба Франц Гальдер получили от Гитлера в очередной раз категорическое требование подготовить план наступательной операции на Западе. 7 октября большинство членов французского кабинета министров высказались в пользу подготовки Европейской мирной конференции. Но премьер Эдуард Даладье пренебрег мнением большинства и заявил, что Франция будет находиться в состоянии войны с Германией, пока не будут получены гарантии подлинного мира и общей безопасности. Формулировки неясны и в достаточной мере абстрактны. В ожидании ответа из Великобритании Гитлер 9 октября собрал своих военных главнокомандующих и зачитал им свой секретный меморандум, в котором глубоко и с блеском аргументировал необходимость немедленной атаки позиций западных союзников. Фюрер логически обосновал эту поспешность тем, что время работает против Германии и что именно в ближайшие месяцы у них есть очевидные предпосылки для успеха. Гитлер был прав, несмотря на основательные опасения его генералов. 10 октября Гитлер издал директиву номер 6 о решительном ведении войны на Западе. Принципиально вопрос о наступлении был решен. Дело стояло за сроками, готовностью и погодой. 12 октября Чемберлин наконец-то дал Гитлеру ответ, в котором главной была мысль о том, что полагаться на обещание и предложение нынешнего правительства Германии нельзя. Главный соглашатель Европы уже столько раз был одурачен Гитлером, что ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не смог бы довериться фюреру. Хотя вполне возможно, что в этот раз Гитлер был искренен и впервые говорил некое подобие правды. Ведь германский лидер достиг всех своих официально декларируемых целей. Все германские земли были собраны под знаменами Третьего Рейха. Чемберлин Гитлеру не поверил и выбрал войну, которую ни Англия, ни Франция активно вести в психологическом, политическом и военном смыслах все-таки не хотели. Это была война, которая получила название странной. При этом хотел бы обратить внимание на то, что вот этот фразеологизм, широко распространенный в политической, в исторической лексике, очень реалистичен и имеет, я бы сказал, жизненное происхождение. Известно, что он получил прописку, если так можно выразиться, в произведениях, в публицистике, в научной литературе, с легкой руки одного журналиста, который подслушал это выражение в окопах. Примечательно, что тогда же появилось еще несколько дефиниций, несколько определений этой начавшейся войны. Мнимая война. Так назвал эту войну Гальдер в своем дневнике. Причем замечательно то, что это было сделано еще 28 августа 1939 года, когда боевые действия ни в Польше, ни на Западном, естественно, фронте еще не начались. И любопытно также еще то обстоятельство, что Уинстон Черчилль одну из книг своих знаменитых мемуаров назвал сумерками войны. Подслушав это выражение, это определение у своего политического оппонента и на определенном историческом отрезке соратника Чемберлена, который именно так определил эту войну в одном из своих частных писем, последствия опубликованных. Итак, западные союзники находились в тисках между общественным мнением, неверно оценивающим успех конечной стадии Первой мировой войны, и тайными поисками компромисса правительствами. Гитлер в эти же дни повел энергичные атаки на своих генералов, большинство из которых не желало рисковать на Западном фронте, видя в этом излишнюю опасность для будущего Германии. Забегая несколько вперед, надо сказать, что гитлеровский анализ, политической обстановки и военный прогноз оказались поразительно точными и полностью соответствовали развитию дальнейших событий. Генеральное наступление было намечено Гитлером на 25 ноября, когда в конце октября главнокомандующий сухопутными силами фонд Браухич и начальник генштаба Гальдер попытались обратить внимание Гитлера, что армия к наступлению не готова, Гитлер немедленно заявил в ответ, что в таком случае атака на Западе начнется 12 ноября. Готовясь к масштабным боевым действиям против Франции и Англии, Гитлер сделал очередную уступку Советскому Союзу. Сначала Германия согласилась на ввод советских войск в Литву, а затем Вилинская область с городом Вильна, а сегодня это Вильнюс, столица Литвы, были переданы из состава Польши в Литву и тем самым вошли в зону советского влияния. Литве, между прочим, сегодня, кроме постоянных жалоб на секретное коварство пакта Молотова-Риббентроп-Гитлер-Сталин, надо было бы хотя бы иногда по большим литовским праздникам вспоминать, что именно благодаря этому коварству польская Вильна превратилась в литовский Вильнюс. Главные военные события в октябре 1939 года происходили на море. Немецкий военно-морской флот значительно уступал британскому в надводных кораблях, не говоря уже о существовании довольно мощного флота французского. Немцы выбрали стратегию действия одиночных рейдеров на британских коммуникациях и беспощадную подводную войну. К середине октября карманные линкоры Дойчленд и адмирал Граф Шпее потопили в Атлантике семь английских транспортов, а подводная лодка У-47 под командованием капитана-лейтенанта Гюнтера Прина сумела проникнуть святая святых британского флота во внутренние воды главной военно-морской базы Скапофлоу и торпедировала стоявший на якоре линкор Ройал Оук. Второй такой удачно рассчитанной дерзости и успеха история Второй мировой войны не знает. Гюнтер Прин Командир немецкой подводной лодки У-47 Родился 16 января 1908 года. С 15 лет работал на судах торгового флота. В 23 года благодаря способностям и трудолюбию получил диплом капитана. Учился в школе подводников. В качестве командира подводной лодки У-26 принимал участие в гражданской войне в Испании на стороне национальных сил Франко. В сентябре-октябре 1939 года подводная лодка У-47 потопила 4 крупных английских и французских транспорта. Прин обладал острым чувством юмора, личной храбростью и высоким профессиональным мастерством подводника. Командующий подводными силами Германии адмирал Карл Денниц, планируя операцию по проникновению в английскую базу Скапофлоу и изрядно сомневаясь в успехе этого рейда, в лице Гюнтера Прина выбрал идеального исполнителя. В последующие месяцы ожесточенной борьбы за Атлантику подводная лодка Прина потопила 15 кораблей противника. Популярность его в Германии была настолько большой, что после гибели Прина и экипажа подводной лодки У-47 8 марта 1941 года командование скрывало это известие. А после сообщения в мае того же года в Германии еще долго и упорно распространялись слухи, версии и фантастические легенды о судьбе Гюнтера Прина. Его, безусловно, можно считать одним из лучших командиров подводных лодок Второй мировой войны. Великобритания всегда жила и дышала свободой на морских коммуникациях. Немцы это хорошо понимали и кроме подводной войны подготовили англичанам еще один неприятный сюрприз. Минные постановки вокруг британских островов, в устье Темзы, на входах в английские порты и на основных атлантических маршрутах. Минные постановки были скрытно осуществлены в сентябре-октябре 1939 года. В минировании принимали участие подводные лодки, военно-воздушные силы и малые корабли Германии. Британцам на первом этапе было очень трудно справиться как с количеством поставленных минных полей, так и с особенностями конструкции германских магнитных мин. Но уже в октябре 1939 года внимательным наблюдателям стало ясно, что Гитлер к войне с Великобританией не был готов или же и не думал к ней готовиться. Да, Гитлер при подготовке к войне и даже в первые два года ее ведения все еще надеялся на то, что ему не придется вести настоящие войны против Англии. Фюрер даже делал время от времени британцам очень заманчивые предложения. Если посмотреть с другой стороны и в очередной раз взглянув на карту географическую, сказать, что должен делать любой государственный деятель, главной целью которого является военная победа над Англией. Победить Туманный Альбион можно только мощным натиском с воздуха и с моря с последующей высадкой пехотных подразделений. Но перед этим нужно подвергнуть Англию морской блокаде. А к этому Германия была абсолютно не готова. Если бы Гитлер занимался постройкой крупных кораблей, чтобы сравняться с Англией в морской мощи, то это отодвинуло бы войну на неопределенное время. А вот успеть с постройкой подводных лодок нужного числа для блокады Англии Германия к осени 1939 года могла бы успеть. Но этого сделано не было. Германский флот начал войну с очень слабой подводной частью. Судите сами. В германской флоте было всего 46 боевых подводных лодок. Из них в Атлантике могли действовать только 22. И как позднее вспоминал грузадмирал Денец, одновременно на позиции могли находиться только 5, максимум 7 подводных лодок. Прибавьте к этому, вернее, отнимите неизбежные потери. И станет ясно, что Германия готовилась к войнам, к захватам, к возвращению своих исторических земель, к Блицкригам, но только не к войне с Англией. Когда же широкомасштабная война с Великобританией стала реальностью, Германии срочно приняли программу строительства подводных лодок. И надо сказать, что немцы достигли в этой программе фантастических успехов, но только к весне 1945 года, когда уже было поздно, и достичь своих целей на море с помощью совершенных в техническом смысле подводных лодок было уже невозможно. Во второй половине октября в Европе прозвучали призывы к миру или хотя бы к временному перемирию для выяснения позиций конфликтующих сторон. Сначала Бенита Муссолини предложил себя в качестве посредника для начала мирной конференции наподобие Мюнхенской. Затем западным союзникам удалось подписать договор с Турцией о взаимопомощи, опередив германских дипломатов, стремившихся к тому же самому. И, наконец, Папа Пий XII выступил в Ватикане с энцикликой «Сумми понтификатор», в которой призывал к справедливому миру. В геополитическом смысле справедливого мира после Версальского договора и Версальского передела Европы быть уже не могло, и римский понтифик не мог не понимать этого. Призывы к миру уже никто не был способен воспринимать. Костер войны разгорался, горючее в него исправно подбрасывалось. Германия приступила к полному разрушению польского государства. Советский Союз этому активно способствовал. Сначала Гитлер включил в Третий Рейх четыре польские западные провинции. Все жители Польши от 18 до 60 лет насильственно привлекались к трудовой повинности. Генрих Гиммлер и Ганс Франк заложили жесткие принципы оккупационной политики в Польше. Начались аресты интеллигенции, расстрелы заложников. Евреи сгонялись в гетто. Для некоторых из них в первые месяцы войны еще оставалась надежда, бросив все свое имущество, выехать в Палестину. Румыния предоставляла для этого транспортные суда. События в Польше открыли миру тайные замыслы нацистов. Многократно описанное уже после войны подпольное сопротивление в Польше было сильно ослаблено идейной дробностью, расслоянием среди самих поляков. В действительности, малочисленные польские группировки порой враждовали между собой в гораздо большей степени, чем воевали с оккупантами. Гитлеровские и советские спецслужбы умело играли на этом польском распаде на бесконечные малости, а на Западе никогда не понимали смысла этих польских удельных противостояний. Октябрь заканчивался новой реальностью. На карте Европы появилась Великая Германия, теперь уже и сама полностью осознавшая себя великой. Гитлер подписал очередную директиву о ведении войны на Западе. В последний день месяца председатель Совета народных комиссаров и нарком иностранных дел Вячеслав Молотов выступил на заседании Верховного Совета СССР. События подтвердили необходимость дружеских отношений Советского Союза и Германии, заявил Молотов. Оказалось достаточно короткого удара по Польше со стороны сперва германской армии, а затем Красной армии, чтобы ничего не осталось от этого уродливого детища Версальского договора, жившего за счет угнетения непольских национальностей. Затем Молотов дал оценку противостояния на Западе. Теперь, если говорить о великих державах Европы, Германия находится в положении государства, стремящегося к скорейшему окончанию войны и к миру, а Франция и Англия, вчера еще ратовавшие против агрессии, стоят за продолжение войны и против заключения мира. Роли, как видите, меняются. В Кремле, конечно, искренне полагали, что война на Западе продлится по крайней мере несколько лет, в течение которых Советский Союз завершит программу перевооружения и настолько усилится, что станет диктовать свою волю и тем, и другим. А на вопрос, с какого дня во Вторую мировую войну фактически вступил Советский Союз, мы можем ответить 17 сентября 1939 года. В октябре академик Владимир Иванович Вернацкий записал в дневнике «Захват западных областей Украины и Белоруссии всеми одобряется. Удивителен стихийный ход истории. Безумные поляки и чехи, несравнимо более мягкие в этом, пострадали из-за этого. Но политика Сталина Молотова реальная и, мне кажется, правильной государственно-русской». В этот же день генерал-эмигрант Антон Деникин в письме писателю Ивану Шмелеву «Я начинаю понимать, что Сталин поставил во главу угла возвращение всех земель, принадлежавших Российской империи». Октябрь 1939 года едва не закончился гибелью военно-морского министра Великобритании Уинстона Черчилля. Линейный корабль «Нельсон», на борту которого находился Черчилль, 30 октября был атакован немецкой подводной лодкой У-56. Три торпеды ударили точно в борт линкора «Нельсон». Но взрывов не последовало. Взрыватели торпед не сработали. Командир подводной лодки У-56 был настолько потрясен неудачей, что адмирал Денис вынужден был снять его с лодки и направить в учебный центр подготовки подводников на преподавательскую работу. А английскому народу повезло. Без такого редкого типа пассионариев, как Черчилль, нести тяготы войны было бы значительно труднее. КОНЕЦ КОНЕЦ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова